МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Наши новости. В студии Денис Симоненко. Смотрите в материалах наших корреспондентов. За мужество и сохранение мира в правительстве наградили военнослужащих из подразделений Витязь, Беркут и СОБР. Теперь они гордо будут носить медаль спецназ России. Мы им всем благодарны. Низкий поклон настоящим мужикам, настоящим наши ребята. Останется в Крыму или переедет в Португалию. Республика может остаться без уникального сафари-парка Тайган. Даже страшно подумать, что придется сокращать коллекцию либо куда-то перевозить эту коллекцию. Я не для этого создавал этот парк. За мужество и отвагу, за героизм и особые заслуги перед Российской Федерацией сегодня награждали сотрудников и военнослужащих спецназа. В совете министров глава республики Сергей Аксенов, прокурор Крыма Наталья Поклонская и председатель общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы Михаил Моисеев честовали лучших бойцов. 25 военнослужащих из подразделений «Витязь», «Беркут» и «Собор» награждены медалью спецназа России. «Это знак отличия, дорогого стоит», рассказал председатель общественной организации Михаил Моисеев. За 10 лет существования награды ее удостоились только 300 человек и, конечно, за особые заслуги. За проявленные при исполнении служебного и воинского долга мужество и отвагу. За то, что до конца боролись и защищали мирных жителей. За то, что выстали на Майдане и принимали активное участие в крымской весне. За то, что вера и правда служат на благо России. За все это слова благодарности и медаль спецназ России. Сергей Аксенов подчеркнул, что бойцы никогда не останутся один на один со своими проблемами. У них будет достойная зарплата и жилье. Заслуженные люди, реально герои. Те, которые своим ужасом действительно заразили других, показали, как можно действовать сплоченно, слаженно, защитить Крым и не дать возможности пролиться кровью на территории республики, не допустить того, что было в Киеве. Поэтому мы им всем благодарны. Им низкий поклон, настоящие мужики, настоящие наши ребята, готовые не за деньги, не за какую-то корость, не за должность действовать именно по велению души и сердца. Санта-Клаус отдыхает на арене «Дед Мороз-2014». Фестиваль с таким названием пройдет в Евпатории. В преддверии Нового года состоится и пятый парад морозов на набережной Ялты. А еще в Крым едет настоящий дедушка из Великого Устюга. Как курортный сезон завершается и какие события его откроют в январе, об этом далее в сюжете. С начала года в Крыму отдохнуло почти 4 миллиона человек. Программа оздоровления льготных категорий граждан продолжает действовать. Ожидается, что ею воспользуются 35 тысяч россиян. На сегодняшний день все работающие санаторно-курортные объекты полуострова заполнены полностью. Таких показателей в осенне-зимний период за 23 года нахождения полуострова в составе Украины не было, заявляет министр курортов Елена Юрченко. В преддверии Нового года в Сааках состоится 30-й международный слет любителей зимнего плавания. 20 декабря в Евпатории в 10-й раз пройдет республиканский фестиваль Дедов Морозов и Снегурочек. Санта Клаус отдыхает на арене Дед Мороз 2014. В нем примут участие не только команды Крыма, но и представители других регионов России. 27 декабря на набережной Ялты можно будет увидеть традиционный пятый парад морозов. А еще крымчан порадуют настоящий волшебник из Великого Устюга. К нам едет Дед Мороз, самый настоящий, самый Дед Морозовский Дед Мороз из Великого Устюга. Он отпраздновал свой день рождения и принял решение, что в этом году он обязательно познакомится со своими коллегами из Крыма и города-героя Севастополя. Чтобы туристы продолжали приезжать в Крым и после праздников, 18 декабря в Алуште пройдет все крымский съезд лидеров туристической индустрии, руководителей коллективных индивидуальных средств размещения, представители местных органов власти, производители сувенирной продукции подведут итоги курортного сезона. Когда эти итоги будут подведены, когда выстроится общая концепция сезона 2015 года, первым деянием в этом сезоне 2015 года станет проведение туристического бизнес-форума, который называется «Юг России 2015. Время отдыхать по-новому». В рамках форума, который пройдет с 20 по 21 января, будет представлена туристическая выставка. В собрании примут участие представители Ставропольского, Краснодарского края и Крыма. Возможно, приедут и из других регионов России. Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Служба новостей, ИТВ. Самая большая коллекция хищников из семейства кошачьих в Европе на грани исчезновения. Крымский сафари-парк «Тайган», где живут 60 львов и 40 тигров, в критической ситуации. Дирекция не без основания начинает бить тревогу. В скором времени животные могут остаться без нужного количества мяса. Поставки из Украины сократились, а из России выливаются в круглую копеечку. Что делать, чтобы уникальный парк остался на полуострове, выяснила Марина Павлова. На территории сафари-парка настоящий рай для полутора тысяч животных. Все спокойно и мирно. Обезьяны-капуцины ищут лакомства среди овощей и фруктов. Живачные животные тщательно пережевывают сено. Семья жирафов тоже не голодает и к Новому году пополнится еще одним малышом. Поклоняемся. У них достаточно большой и непростой рацион. Они любят ветки деревьев, люцерну, комбикорма различные, овощи, фрукты. Там много составляющих. Плющенный овес обязательно нужно давать. Подъемный крат. А вот с хищными животными породы кошачьих, которым требуется 7-10 килограммов мяса в день, дела обстоят не так гладко. На территории сафари-парка живут 60 львов, 40 тигров, парочка леопардов. В день все хищное хозяйство поглощает минимум около 600 килограммов мяса. Добывать его на территории полуострова для дирекции все проблематичнее. У нас есть своя ферма. Пока мы покупаем у населения, у Крымского скупаем различный скот. Просто есть трудности объективного характера, что сегодня нет завоза с тех областей, с которых мы традиционно привыкли закупать и завозить мясо с Херсонской, Николаевской области. Вот все это из-за таможни. А к российским ценам мы еще пока не готовы. Опаснейшие хищники – амурские тигры. Им не нужны помощники на охоте. Преследуют жертву в одиночестве. Директор Олег Зубков впускает журналистов в клетку, пока хищники сытые. Каждый тигр съедает в день 7-10 килограммов мяса. Василиса не исключение. Более того, она кормящая мать. Не бойтесь, не бойтесь. Мы журналистами не питаемся. Как знать. А это уже настоящая сафари. Небольшой автобус объезжает на территорию, где львы живут и размножаются практически на свободе. Чем вам деревья не понравились, а? Сволочи, а? Ну, нормальные вообще. Повыкорчевывали все деревья. На территории Белогорского района собрана самая большая коллекция львов в Европе. Эту семью журналисты снимают через стекла автобуса. Выйти боязно. Львы ухаживают за самками, а потому агрессивные. Что, впрочем, не останавливает директора Олега Зубкова. Строго прикрикивает на 350-килограммового льва Цезаря. Ему 10-килограммовой дозы очень мало нормы мяса. Он не против в день съесть и до 30-ти килограммов. История повторяется и с редкими белыми львами. Зубков садится на них верхом, голыми руками раздвигает могучие челюсти. Все, мы тебя победили, Герда. В мире белых львов осталось чуть больше сотни. 15% из них живут в парке, чувствуют себя прекрасно. Уже родилось 11 львят. Долгие годы считалось, что эти львы только были доступны американским зоопаркам в Юго-Восточной Азии. Там шейхи покупали их. Но первую поставку именно Ялтинский зоопарк сделал 6 лет назад в Крым сюда этих прекрасных животных. И сегодня они являются украшением нашего парка. Вряд ли бы кто-то в Африке подпустил туристов так близко ко львам. Их настроение может измениться за секунду. Олег Зубков отвечает за безопасность и проводит экскурсии лично. Долгие годы изучал повадки хищников, особенности поведения. А на вопрос, почему его львы до сих пор не съели, в шутку отвечает. Я же царь зверей. Поэтому мне все можно. Пока рацион хищников не изменился. Чтобы так оставалось и впредь, Олег Зубков рассматривает давнее предложение из Португалии. Там ему готовы предоставить 50 гектаров под сафари-парк. Мне очень бы не хотелось в то же время на это решаться. Все-таки я построил парк в Крыму. И хотелось бы, чтобы этот парк остался в Крыму. Мне даже страшно подумать, что придется сокращать коллекцию, либо куда-то перевозить эту коллекцию. Но я не для этого создавал этот парк. Как спасти уникальный парк? В ближайшие дни Олег Зубков ожидает приезда делегаций из администрации президента. И счастье и горе сафари-парка Тайган в том, что он частный. Сохранить самую большую коллекцию львов в Европе практически невозможно без помощи из федерального центра. Ведь сафари-парк Тайган – это уже достояние всей страны. Сохранить его просто необходимо. Марина Павлова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Вы смотрите наши новости. Далее в выпуске. Транспорт для инвалидов. Со следующего года в Крыму во всех регионах будет работать социальное такси. Бесплатно будут обслуживаться те категории граждан, которые бесплатно обслуживаются сегодня в территориальных центрах социального обслуживания. Мозговой штурм. В Крыму школьники сели за партой, чтобы отрепетировать итоговое сочинение по русскому языку литературе. Воспитанники интерната вплотную занялись изучением правил дорожного движения. Пешеходный переход. Правила по дороге. До следующего года в Крыму во всех регионах будет работать социальное такси. Подобные программы уже давно действуют на территории Российской Федерации. Из крымского бюджета на эти цели выделено 22,5 млн. рублей. Комиссия в Министерстве труда и социальной защиты сегодня решала, у какой из фирм, а их пять, которые предложили свои услуги, приобрести спецавтомобили. Критерии отбора просты. Машины должны быть просторные, сочные надежными подъемниками для инвалидных колясок, с удобными поручнями, кондиционерами с гарантийным сроком и сервисными центрами, расположенными на полуострове. Плюс доставка машин должна быть не позднее декабря, чтобы успеть освоить бюджетные деньги. Решено приобрести не 10 иномарок, а 20 отечественных газелей. Их распределят по территориальным центрам соцобслуживания населения, в первую очередь по тем, где больше всего нуждающихся в социальном такси. Бесплатным оно будет не для всех. Бесплатно будут обслуживаться те категории граждан, которые бесплатно обслуживаются сегодня в территориальных центрах социального обслуживания. Это инвалиды, это одинокие пожилые граждане, дети-инвалиды. Ну и будут, конечно же, платные услуги предоставляться для других категорий, льготных категорий граждан, для ветеранов. Если они пожелают выехать куда-то там с экскурсиями, либо необходимо будет им прибыть в поликлинику, в пенсионный фонд, в социальную защиту, из отдаленных мест города или района. Но ценовая политика, мы надеемся, будет невысокая и совершенно не обременительная для других категорий. Все выпускники крымских школ сегодня в 10 утра сели за парты, чтобы написать пробное сочинение на знание русского языка литературы. Это своеобразная визитная карточка ученика, которая необходима для поступления в ВУЗы. Русский язык литературы сегодня на полуострове в приоритете, ведь ученики вовсю наверстывают упущенные часы изучения этих предметов. Подготовка к написанию сочинения была серьезная. Школа-гимназия номер 3 Симферополя. Здесь к пробному сочинению готовятся 4 выпускных класса, 133 ученика. Сдали мобильные телефоны, сумки, на партах лежат лишь орфографические словари. Нас очень сильно терроризировали, говорили, что это будет все страшно, что будет это очень серьезно и, не знаю, надо сосредоточиться на этот счет. Нам примерно дали темы, которые могут быть и сказали повторить какие произведения, которые мы проходили, чтобы их можно было как-то связать и развернуться. Но темы довольно общие, поэтому можно будет пофилософствовать и написать то, что действительно думаешь, интересная тема. Какие же дадут темы сочинений из федерального центра? Вопрос, который волнует всех. Ответ педагоги узнали лишь за 20 минут до написания сочинения. Спешат обрадовать детей. Первая тема. Какие произведения Михаила Юрьевича Лермонтова вы бы посоветовали прочитать другу? Замечательная. Чудесная тема. Вторая тема. Можно ли обойтись без книг? Замечательная тема. Чудесная тема. Вы это все знаете. И третья тема. Не менее важная, тем более, что у нас проходит неделя толерантности. Мы собирали деньги мальчику, вы помните. Почему важно уметь сострадать другому? С этими темами дети справятся, уверен педагог. Даже кто с перепуга подзабыл произведение Лермонтова, может порассуждать на тему нравственности или важности литературы. Готовиться к серьезному заданию начали в сентябре, как только о нем узнали. Тут же мы на сайте ФИПИ нашли все материалы, все было распечатано, размещено на информационных стендах. Дети об этом знали, знали направление, получили всю необходимую информацию. И практически на каждом уроке мы отводили время для того, чтобы каким-то образом ту или иную тему раскрыть. Поэтому я думаю, что темы, которые мы сегодня увидели, меня они обрадовали, потому что я считаю, наши дети к таким темам готовы. За партой вместе с 11-ти классниками сели и выпускники прошлых лет. Те, кто в этом году решил поступать в российские вузы. Основное сочинение, которое даст возможность выпускнику потом поступать в высшее учебное заведение, будет 3 декабря. Сегодня мы посмотрим все варианты за и против, какие можно допустить ошибки даже при организации этого. Или как улучшить условия создания, написания данного сочинения 3 декабря. Потому этот вариант пробный. Шансы пересдать сочинение будут в декабре или мае на выбор. Педагоги уверены, крым лицом в грязь не ударит. На часах почти 10 утра съемочную группу просят удалиться из класса. Двери закрываются. На написание пробного сочинения в распоряжении у ребят 235 минут. Марина Павлова, Андрей Заходский, Служба новостей и ТВ. Крымская универсальная научная библиотека имени Франко стала богаче на тысячу книг. В дарах передала Федеральная служба судебных приставов. С целью оказания помощи в формировании информационных ресурсов в библиотеке Крыма по инициативе директора Федеральной службы судебных приставов Артура Парфенчикова и при поддержке Общественного совета России были собраны книги юридического направления в широком диапазоне. От учебников и тематических словарей до мемуаров известных юристов и сборников актуальных статей. Главный судебный пристав России выразил уверенность, что подаренные книги помогут студентам, аспирантам, юристам трудиться эффективнее, пользуясь идеями и наработками своих коллег из других регионов России. Артур Парфенчиков презентовал в библиотеке редкое сербское издание, вышедшее лимитированным тиражом в тысячу экземпляров. На трех языках, на сербском, на русском, на английском, даже, по-моему, на пяти, даже на десять. Очень интересное издание. То есть даже, пожалуйста, история государства и права законного царя Стефана Душина можно изучать. Спасибо, да. Будем изучать историю. Со своей речкой библиотеки с удовольствием вам дарю удостоверить. Спасибо вам. Подарок в обмен на знания крымских обездоленных детей с праздником ребенка оригинально поздравили сотрудники дорожной полиции. В Республиканском управлении ГИБДД решили совместить приятное с познавательной программой. Воспитанникам интернатов не только дарили полезные призы, но и обучали правилам безопасного поведения на дороге. Получить подарок не так просто. Для этого нужно показать знания правил дорожного движения. Маленькие пешеходы рассказали, где и как они переходят дорогу, а также доказали сотрудникам дорожной полиции, что знают принципы работы светофора. Призов в праздник хватило всем. Воспитанники интерната получили светоотражающие наклейки, а также принадлежности, необходимые для школы. Пластилин, карандаши, раскраски и спортивный инвентарь. В завершении встречи совместный просмотр обучающего мультфильма, после которого ребята усвоили, как нужно вести себя возле проезжей части. Про пешеходный переход, правила по дороге. Правила дорожной федерации. Безопасности. Больше всего запомнилось это про светоотражариум. Самое главное для деток является не подарок, а те знания, которые они потом смогут качественно использовать в различных жизненных ситуациях. Затем дорожная полиция отправила в Симферопольский центр реабилитации несовершеннолетних. Тут также обучаются дети разных возрастов. Ребятам постарше предложили поучаствовать в творческом конкурсе. Ножницами они вырезали на светоотражающей ленте различные фигуры. Подделки тут же наклеили на подаренные полиции футболки с изображением символов ГИБДД и надписью «Мы за безопасность на дороге». Как оказалось и тут, дети хорошо знакомы с правилами. Вместе со школьными комплектами преподаватели центра стали обладателями дисков с обучающими мультфильмами, которые теперь они регулярно будут показывать своим подопечным. Этот детский дом мы посещаем регулярно. Будем стараться чаще посещать данные дома, потому что детки очень общительные. Глядя на то, как дети потом после данных занятий обсуждают правила дорожного движения, радуются тому, что они что-то новое узнали. Естественно, это все запоминается детям и будут они учить дальше правила дорожного движения. Ребята и в Лазовской школе и в центре реабилитации получили ко дню ребенка еще и вкусные подарки – конфеты и фрукты. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, служба новостей ИТВ. Далее смотрите новости спорта. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго, до свидания. Самбисты из разных уголков республики в Ялте поучаствовали в юношеском турнире. На ковер вышли местные борцы, а также и юные коллеги из Керчи, Феодосии, Севастополя, Нижнегорского и Черноморского районов, Симферополя и других регионов. Крымчане приобщились к празднованию Дня самбо вместе со спортсменами, представляющими 100 городов России. Турнир, в котором поучаствовали около полутора сотен юных крымчан, прошел по правилам Всероссийской Федерации, был включен в ее календарный план на сезон, а лучшие крымские борцы получили специальные призы Министерства спорта страны. Соревнование стало одним из отборочных этапов на чемпионат России, поэтому у всех его участников был дополнительный стимул проявить себя с лучшей стороны. Соревнование проводится под патронатом Министерства спорта России. Нам было прислано с Москвы атрибутика, баннеры, подарки детям, медали, грамоты, афиши. Это все прислала Москва. И плюс еще помогла Ялтинская Федерация самбо и дзюдо. Развитию самбо на полуострове теперь будет уделяться особое внимание, будет улучшаться инфраструктура. В скором будущем Крым сможет принимать турниры международного масштаба. В Ялте планируется физкультурно-оздоровительный комплекс, где будет борьба на три ковра, трибуны, как положено. Это на стадионе «Авангард». Кроме этого, борцовский зал, соответствующий международным стандартам, будет построен в городе Симферополе на базе плавательно-пассивной «Динамо». Претендует на попадание в сборную наряду с остальными участниками и Никита Яковлев. Этот юный спортсмен занимается самбо лишь год, но всегда рассчитывает только на победу. Даже если противник старше и превосходит в мастерстве. Главное в борьбе не навыки, а сила духа, считает будущий чемпион. Внутренняя подготовка – это духовная подготовка. Тебя готовят к этому. Это не только физические нагрузки, приемы проводить, а духовно не волноваться. И при борьбе надо думать, осмысливать все свои действия. Все участники Ялтинского дня самбо – начинающие спортсмены. Для многих из них нынешний выход на ковер стал первым в карьере на официальном уровне. Но тренерский штаб уверен, благодаря интенсивному тренировочному процессу у юных крымчан есть хорошие шансы на медали уже на следующем чемпионате России. Севастопольский Муссон проиграл вторую подряд игру чемпионата высшей баскетбольной лиги России. В Саранске подопечные Романа Двинянинова в ответной встрече уступили Рускону Мордовии. Правда, во второй половине дуэли моряки выглядели увереннее, чем в первой, которую они проиграли с разгромным счетом 94-68. В первой четверти Муссон повел в счете 4-0, а затем 6-2, но хозяевам удался рывок в 12 очков, благодаря которому они вырвались вперед на один пункт. По ходу встречи гостям удалось догнать фаворитов и даже выйти вперед, но до финальной сирены моряки не продержались. Итоговый счет матча – волевая победа Мордовии 74-70. Лучшим в составе победителей оказались Дмитрий Загнойко и Павел Крыков, набравшие, соответственно, 20 и 18 баллов. Любая команда, она сильная. И несмотря на уровень какой-то, да, если команда заявляется в какой-то чемпионат, она хочет только первые места. И говорит, что какие-то люди сильные, какие-то слабые, какая-то команда там более сильная, в какая-то проходная, такого нельзя. То есть настраиваемся на любую и как бы выделить никого не могу. Есть команда, она сильная, нам нужно ее победить, чтобы доказать, что мы сильнее. Вот и все. Если после первой неудачи Мусон еще сумел сохранить за собой четвертую из 10 позиций, то на этот раз все же скатился на две строчки вниз. А вот Рускон теперь единолично возглавил гонку. В Ялте стартовала очередная выставка Агроэкспо Крым. В этот раз она посвящена аграрной тематике животноводства, растениеводства, тяжелая сельхозтехника, виноградарства и многое другое, готовы предложить производители крымским аграриям. Крым еще с советских времен являлся не только здравницей, но и житницей. И является им до сих пор. Поэтому выбрана тема именно Агроэкспо Крым для Крыма как одно из приоритетных направлений. География участников широка. Свою продукцию в Ялте спешат представить производители из Украины, России, Белоруссии, Германии и других развитых стран мира. Любого из участников спросить, что сюда привлекло. Конечно, Крым, мы заново открываем Крым. Поэтому все здесь, кто хотят помочь Крыму, кто хотят свои технологии и что-то отсюда получить, поэтому они все здесь. На выставке можно заключить договор с любым представленным предприятием, а также приобрести те экспонаты, которые выставлены на площадке. В первую очередь мероприятие было организовано для крупных сельскохозяйственных предприятий. Но даже мелкий фермер или дачник может здесь найти для себя много полезного и необходимого. Это новый для нас регион. А поскольку мы предприятие, которое 15 лет торгует на всех рынках России, Белоруссии, Казахстана, понятно, что и Крым мы не могли оставить без внимания. Мы производим оборудование бытовое для небольших фермерских хозяйств, частных хозяйств, то есть для всех людей, которые живут на земле и держат, будь это частный дом, будь это коттедж, будь это какое-то фермерское хозяйство. 11 декабря Агроэкспо Крым сменит не менее интересное мероприятие. В течение трех дней здесь же пройдет выставка «Красная нить», на которой представят индустрию моды и легкой промышленности. На своей выставочной площадке будут представлены текстиль, ткани, наряды, косметика, парфюмерия, бижутерия, ювелирные изделия. Очень интересное мероприятие. Познакомиться с сельскохозяйственными экспонатами и заключить договор с производителями можно будет до 22 ноября. Продолжение следует...